ДИНАРА САДЖАН ДИНАРА СУБОТИНА 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 Как поможет Казахстан Fashion Week сделать это в этот раз? Кстати, вот сейчас вы полностью отвечаете за организацию, да? Я так знаю, что Fashion TV к нам тоже приедет. Fashion TV я тоже пригласила, и вот то, что мы сейчас смотрим, это на Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Сейчас, кстати, Mercedes-Benz отказался от фэшн-политики, теперь у них нет Mercedes-Benz Fashion Week. В Америке тоже, видимо, да? Сейчас вот, к сожалению, они отказались. Но я хочу рассказать именно про казахстанскую неделю моды, почему я сама взялась за этот проект. Первый год. Первый год. Я вообще в декабре, Данил, должна была купить этот проект. И у меня не получилось из-за... Денег не хватило. Нет, деньги как раз-таки у меня были. У нас там произошла, ну, одна не очень приятная ситуация. Не хотите о ней рассказать? Сейчас пока не хочу, не готова. Ладно, хорошо. Хочу сказать, что так как мы были договоренности, и у меня было уже представление, как должен пройти весенний показ, юбилейный показ, я ребятам сказала, хорошо, давайте я сама все-таки возьму, за это дело, и доверьтесь мне. И Алексей Дженс, и я тоже... Хорошие отзывы идут. Уже идут? Конечно. Еще никто ничего не видел, но уже говорят, что это что-то будет вам. Я очень переживаю, потому что у меня сразу, знаете, была картинка, что это все-таки должен... Понимаете, почему мы пригласили Fashion TV? Да. Потому что то, что мы делаем здесь внутри нашей страны... И кто не знает, и никто не видит. Почему? Придет хорошо Атамикен телеканал, Хабар, Казахстан. Мы опять друг друга увидим, и как бы за пределы страны это не уйдет. В Америке кто-нибудь о Казахстане знает? О моде Казахстана? Благодаря Алене, конечно, знают. Вы на гражданку Казахстана не похожи. Я гражданка Казахстана. Алена ходит в футболке from Kazakhstan. Да, я прыгаю с парашютом в футболке. США очень много знают о Казахстане, и на самом деле вся международная пресса в США, и в Италии, и во Франции, с кем бы я ни говорила, они все хотят сюда приехать и посмотреть, узнать. Потому что для них это что-то новое. Это профессиональный интерес. Вы знаете, Данила, у меня изначально, почему я написала Алене в Директ, в Инстаграм, потому что у меня была идея... А сейчас дела вот так делаются в Мире Моди, да? То есть Директ написали, раз, и все, договоры заключили. На самом деле, я считаю, что сейчас Инстаграм, это как WhatsApp, да? То есть у тебя нет номера телефона, но у тебя есть доступ к человеку, ты можешь написать. Потому что абсолютно все читают Директ, да? Как выяснил Стефана Габана тоже. Конечно. Так он приедет, приедет из-за этого скандала. Приедет кто-нибудь? Стефана Габана не приедет. Почему? Ну, я думаю, что в следующий раз через Алену мы сможем его пригласить. Мы привезем кого-то лучше. Лучше, окей, окей. И на самом деле все вот так вот делается очень быстро. И у меня было желание, чтобы о нашем показе, о юбилейном сезоне узнали за рубежом. Какой канал освещает, как бы, моду, да? Естественно, Fashion TV. Поэтому мы пригласили Fashion TV. Хотя вот мы сегодня в соленой машине едем, я ей говорю, вы знаете, если бы я была там Анной Белоруссой, да, или там Анной Вентурой, я бы приняла бы решение приехать в Казахстан, потому что у нас такая самобытная страна, да? То есть неизведанная. Мы недавно столицу переименовали вообще, взяли и вот просто раз переименовали. Ах, это просто совершенно новое место. Я думаю, они с удовольствием приехали бы к нам в страну. Ватсап, что нам пишут наши телезрители? В России телеведущие очень многие женщины вновь показывают свою любовь к роскошным нарядам. И там создает их казахстанский дизайнер Байкучуков. Наил Байкучуков, да. Да, да. А наши что носят? Скромницы, знак вопроса. Наши носят... Динара, вы скромница? Я? Нет, я не скромница. Я плохой представитель скромницы. Вот сейчас, кстати, моя коллекция Байконур. Эта коллекция была представлена на... Это от Кутюр или Пре-де-Порте? Это Пре-де-Порте. Это моя коллекция. Я ее посвятила космодрому Байконур. Космодрому Байконур. Без вопросов меня тоже космос всегда влечет. И вы видите, почему мы сделали коллекцию. Вообще очень важно еще посвящать чему-то коллекцию. И вы знаете, Данил, мы завтра... Я не знаю, вот, Ален, были ли такие LED-подиумы, чтобы вот модель шла, и подиум светился, и там расцветали цветы, я не знаю. Я никогда не участвовала ни в одном показе. А вот мы сделали такой подиум. А вот они сделали, да. А мы сделали. Что это, что это, прижимите? Это будет подиум, то есть, как вот LED-экран, только мы этот LED-постелили, получается. То есть у нас подиум из LED-экрана. А вот это тоже была же фишка, то, что в центре сидят зрители. Это тоже особенность какая-то в прошлом году была. Это МСДС-бендс-фэшн-вик. Это не у нас, это в Москве. А, это уже в Москве. Это мой склад. Все, давайте убираем это фишн-вик. Это не у нас, получается. Это не у нас, это Москва. Хорошо. Так, еще вопрос по WhatsApp. Смотрите. Так, я помню, такие платья просто ужасные. Мейки, прическа. Тут вообще не должно быть видно моделей, только платье. Ну, у нас, кстати, вот Алена прилетела не просто поучаствовать, да. У нас, кстати, в этом году коллаборация еще с театром «Астана-балет». У нас впервые на подиуме будут участвовать примы-балерины театра «Астана-балет». Это тоже у нас такая фишка, да. Во-вторых, Алена Субосина у нас открывает второй день наших показов. То есть она первая выйдет на подиум. И 19-го числа Алена читает эксклюзивный мастер-класс и научит наших моделей, как пробиться на зарубежные подиумы. Плюс она приехала со своим другом Али, который является скаут-агентом известных нью-йоркских модельных агентств. Что будет здесь делать скаут-агент Али? Он приехал за новыми лицами. Серьезно? Да. Что-нибудь это... Ну, а как это все происходит? Просто вот в США и в Европе я практически не встречаю никого из Казахстана. Я и еще одна модель, все, больше из Казахстана нет. Биби Шарипова, да? Да, Биби Шарипова, больше никого нет. И я посчитала нужны. А потому что индустрия не развита, никто об этом ничего не знает. Вот, кстати. Наши не выезжают. Не выезжают. Наши не выезжают. Генара, почему наши не выезжают? Вы знаете, это самый популярный вопрос, который я задаю нашим моделям. Я всегда говорю, девчонки, вы такие красивые. Ну что же вы здесь сидите? Смотрите, езжайте в Нью-Йорк, езжайте в Нью-Йорк. Они боятся. Боятся. Во-первых, не у всех есть так. Нет, а деньги не нужны. Как не нужны эти деньги? Ну, потому что у тебя есть данные, агентство международное готово в тебя вкладывать деньги, чтобы вывести тебя на подиум. А вот это интересно. Вы можете сказать, сколько вложили в ваш приход на подиум в Америке? В меня ничего не вложили, потому что я начала работать в Сингапуре. Я сама себе портфолио сделала, сняла журналы. Единственное, что в меня вложили деньги, это покрасили мне волосы в белый цвет. Все. А вы так темные, да? Нет, я не темная, я блондинка, но я не настолько белая. Понял, хорошо. Еще одна критика, я прошу прощения, но тем не менее, телезрители, они вы знаете, да? У нас, наверное, 10 зломных зрителей сегодня есть точно. Кто выбирал модели, у них походка неуверенная, ходит как дерево, такие прекрасные платья не могут преподнести. Почему из войлока нет одежды? Сразу же. Из войлока у нас в этом году представляют свою коллекцию Айабапани. Это будет третий день. И что касается походок, походки, да, моделей, то очень часто я тоже меня... Вот вроде я смотрю на репетиции, все ходили хорошо. Но иногда бывает неудобная обувь, да? Какие еще бывают? Я могу объяснить. И причина это просто стресс, нервы. И очень многие модели, у них нету опыта. То есть, если, допустим, за границей модели участвуют в показах постоянно, то есть, там, Нью-Йорк, Лондон, Милан, Париж, то здесь, то есть, она проходит раз в полгода, и, ну, окей, они там поучаствовали в двух-трех показах. И они просто переживают, что они могут упасть там или еще что-то. Смотрите, мы платим, например, за выход там 10, 15, 20 тысяч тенге, а во Франции платят, оказывается, 2 тысячи евро за день. Ну, так попробуй пробиться во Францию или в Казахстане. Ну, кстати, смотрите, Данил, у нас в Нью-Йорке работают две казахстанские модели, да? Алена Суботина и Биби Шарипова. И они обе востребованы. Да, я согласен, я согласен. Наши девушки очень красивые. Ну, Алена Суботина, она в топе, она на обложках, в каких журналах вы были? Ой, пока не было. Это я должен был вопрос задать, да, я прошу прощения. И Харферс, и Элли, и Мэри Клэр, и Вок, и, то есть, ну, я много в каких журналах. И Алена была лицом Джованши, да? Да, Джованши, Армани. Армани, то есть, очень многих. Биби Шарипова, вот я, когда собирала информацию, вот кого пригласить из модели, Биби Шарипова рекламировала Нью-Йорк Фэшн Уик. То есть, ее лицо казашки было на всех билбордах Нью-Йорка. Почему же она не приехала? Почему же она не приехала? Вы написали ей в Инстаграм? Потому что в этот раз приехала Алена. Вот так, все входит. Да, у нас бюджет ограниченный. Мы не можем в этом все. Сейчас о модном бизнесе поговорит наш обозреватель. Я слышу, что к нам подключается Руслан Мерегша. Да, Руслан, я тебя приветствую. Добрый вечер. Да, что у тебя есть сказать по поводу моды, по поводу дизайна? Сколько зарабатывают наши дизайнеры? Ты, кстати, нашел информацию или нет? Да, спасибо, Данил. Ничто так не объединяет людей, как стремление выделиться. Именно с такой фразы я и хотел бы начать свой сегодняшний спич, и посвящен он будет моде. Вернее, казахстанской фэшн-индустрии. Вот завтра стартует Казахстан Fashion Week. Одно из самых главных, а может и самое главное событие в мире моды в нашей стране. На одной из страниц Fashion Week в социальных сетях написано, что неделя является единственным проектом на центрально-азиатском пространстве, где молодые дизайнеры могут заявить о себе, представив свои коллекции на суз зрителей. Еще раз повторю, единственным проектом. Это значит, что у нас есть модники и модницы, которые любят одеваться проте-порте. Есть авторы и дизайнеры, создающие свои коллекции. Некоторые из них, кстати, уже имеют имя в зарубежной среде. Но у нас нет фэшн-индустрии как таковой. А самое главное в этой сфере, как, впрочем, в любой другой, выгодно представить и продать свой товар, если вы его производите. Вот обучают ли у нас тому, что можно не только создавать красивые наряды, показывать их, но и выгодно продвигать и продавать их. То есть, есть ли у нас бизнесмены от моды? Вот в чем вопрос. Ведь все иностранные модные лейблы и марки – это прежде всего мощные бизнес-проекты. Что же касается нас, то у нас красиво рисуют, да, великолепно шьют и создают красивые образы, да, но при этом практически не обучают и не развивают предпринимательские инстинкты фэшн-дизайнеров. Думаю, еще одна трудность – пробиться со своей коллекцией на высокий европейский подиум. Большой вопрос, как хорошо знают наших мастеров от фэшн в мире? Кто их продвигает, консультирует, спонсирует? Не остаются ли великолепные задумки и коллекции наших дизайнеров только в нашей стране? Выходят ли они за рамки Казахстана? И вообще, насколько отстает наша сфера мода от мировых трендов? Или мы идем в ногу со всеми? Уверен, мощным подспорьем в развитии этой индустрии может стать и опора на наши предприятия – легкой промышленности. Однако отечественная мода и легпром никак не найдут друг друга в наших бескрайних просторах. И получается, что в основном поставщиками тканей, да и одежды у нас являются страны ближнего и дальнего зарубежья. Хотя у нас самих работает порядка одной тысячи предприятий легкой промышленности. Правда, доля легпрома в экономике страны равен всего 1%, в то время как в Китае – целым 40%. И в завершении подчеркну, что в Казахстане у фэшн-индустрии большое будущее. Уж что-что, а наш народ любит красиво и оригинально одеваться. Не зря есть известная поговорка – встречают по одежке. И наши казахстанские женщины порой готовы отдать последние сбережения, лишь бы выглядеть достойно, на все сто, не уступая в нарядах ни подругам, ни коллегам по работе. Как говорится, в погоне за модой главное не отстать от толпы. У меня на этом все. Данил. А ты гонишься за модой? Что на тебе одето? Предапарте или отхутюр? Нет, я не созрел пока для предапарте и высокой моды, поэтому одеваюсь. Вот видишь, как созревший. Спасибо. Ты хороший вопрос поднял по поводу сырья, так скажем. Но мы часто говорим о развитии отечественного производства. Сейчас я хотел бы, чтобы Динара Саджан, который занимается сейчас продюсированием «Казахстан фэшн-вики», и ответила «Из чего вы шьете все, если у нас нет тканей?» Мы шьем из тканей. Спасибо, Ослан. Спасибо. Да, у нас нет производства тканей, но мы же импортируем очень много тканей. Поэтому у нас нет тканей. Может ли «Казахстан фэшн-вик» и взлет, если такое случится, наших дизайнеров, стимулировать развитие вот этой отрасли? Конечно, конечно. Смотрите, у нас эта индустрия очень молодая, ей всего 15 лет. Поэтому если сейчас и сидеть, ждать, когда наше государство построит фабрики, по производству тканей, перерабатывающей фабрики, которые будут перерабатывать сырье, конечно, можно просто сидеть и ждать, и ничего не делать. А можно просто развивать эту индустрию, потому что очень много, даже в той же самой Италии, то есть не шьют большинство фабрик, то есть большинство фабрик вообще находится в Китае, также и у американских брендов очень много, у многих фабрики на Более. На мне пиджак, я всегда повторяю, вот на мне пиджак казахстанского производства, но ткань не казахстанская. Ткань не казахстанская. А сшит вроде бы и у нас, ну, как заявляет производитель. Нет, это другая фирма. Другая фирма. Да-да-да. Ну, у нас, к сожалению, вот я говорю, эта индустрия, она новая. Я очень хочу вот как раз... Кстати, вот обратите внимание на это видео, это, по-моему, если не ошибаюсь, Берлин. Берлин, да. Да, вы знаете, да? Казахстан Фэшн Вик, это Марк Кейн. Да-да-да. Я почему решил это видео поставить и попросил, потому что все, многие говорят, и с кем я общался, эксперты говорят, вот сначала вот это проходит, а потом у нас Казахстан Фэшн Вик, и многие дизайнеры оттуда перенимают что-то. Фасон, покрой, то есть, ну, как бы... Нет, ну, есть такое понятие, как тренды, то есть тенденции, да, то есть... Ну, у нас, кстати, у нас уже дизайнеры перестали этим баловаться, и у нас... Не крадут идеи, нет? Ну, во-первых, я думаю, что многие дизайнеры уже поняли, что на самом деле очень круто продается то, что создано, ну, вот есть какое-то авторство, да, и у нас очень много дизайнеров как раз-таки работают с войлоком, да, то, что там в том же самом Берлине не знают, как работать с войлоком. Поэтому мы шьем шапаны во всем мире, не шьем шапаны. Алена, вы как гражданка Казахстана, у вас паспорт встать остался, да, еще? Да. О, круто, вообще, я не ожидал, если честно. Вы там носите что-то из войлока на подиуме или нет? Нет. Нет, да? Почему? Потому что никто не делает ничего из войлока в США. А готовы? А я не знаю, мне кажется, они незнакомы... А будет популярно? Что можете сказать, ну, по поводу вот этого, что будет завтра в мероприятии? Три дня она, кстати, будет продолжаться. Я просто, я видела помещение, и я ни разу в жизни еще не ходила по настолько масштабному подиуму. Спасибо. Мне кажется, это будет что-то грандиозное, и я вот даже не могу сравнить что-то, где, вот, с опытом в США или там в Европе. Так, ну, нас критикуют. Зачем нам мода? Зачем нам мода? Надо думать о другом. Что можно сказать таким людям, которые сейчас вот нам пишут? Ну, давайте, зачем нам тогда театры? Зачем нам музеи? Зачем нам галереи? В принципе, можно жить и без культуры, да, можно ходить не в музеи, не ходить в музеи, можно не ходить в кинотеатры. Можно ходить только на работу, приходить домой, там, на хлеб насущный заработал, и сиди, и не смотри ничего. Понял, уснул, опять на работу. Но на самом деле фэшн-индустрия, она очень часто поднимает социальные проблемы, да? Сколько, я готовил этот вопрос, подошло время, сколько может казахстанский дизайнер сейчас заработать в фэшн-индустрии? В год? В год, я думаю, что может заработать, ну, в месяц, в зависимости от того, ну, например, возьмем Аиду Кауменову, да? Это один из самых популярных дизайнеров в Казахстане, у нее магазины практически во всех регионах нашей страны, и я думаю, что она может заработать, ну, то есть она может как минимум, там, 150-200 вещей в месяц продавать, да? Серьезно, и не за 10 тысяч теней, да? И, ну, где-то за 70-80 тысяч теней. Это серьезно, я просто помню ваше первое интервью, когда вы магазин-то свой открыли, сказали, что у вас там все как горячие пирожки разлеталось, и для меня это было удивительно. Но сейчас-то покупательская способность немножко снизилась, это никак не влияет? Сейчас влияет очень сильно, то есть как только девальвация, кризис, то есть это все очень сильно чувствуется. Но если ты создаешь действительно какой-то уникальный продукт, то, чего хочется всем абсолютно, то, в принципе, там даже цена не имеет значения. Вы знаете, я заметила вот такую тенденцию во всех мировых больших, там, таких универмагах, да, там, как Сакс, Лафойет, там, или Херритс, да? То есть во всех магазинах у каждого бренда, в принципе, есть там всего, я не знаю, в наличии каких-то 5, 6, 7, 8 крутых трендовых вещей, которые продаются по всему миру. И там один свитшот может стоить 1000 евро, и он продается везде. Я надеюсь, я надеюсь, что у нас будет вот такой же бренд со временем, который завоюет мир. И Алена нам поможет. Грузины сейчас очень сильно завоевывают фэшн-индустрию. У нас вышло время прямого эфира, к сожалению, остальное все в интернете, посмотрите. Ну и завтра три дня Казахстан Fashion Week начинается. Спасибо большое за внимание. Подключайтесь к модному бизнесу. До свидания. Продолжение следует...